МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новины Витебской в области у студии Ганна Рустикова. Витаю вас! Под знаком дружбы, народу и мастерства. Сегодня день Союзной Державы на Славянский базар в Витебске. Державный секретар Союзной Державы Рыгор Рапота со старшинью Витебского облываконкамы Миколаем Шарсневым обмерковали перспективы долготерминового сопротивления Витебской в области с програничными регионами Российской Федерации. Потом разом с простонниками парламентского схода Союза Беларуси и России усклали к ветке до вечного огня для мемориала угонных советских воинов-возволителей, партизанов и подпольщиков на площади Перамозы. В Международном пресс-центре Славянского базару державный секретар Союзной Державы разом с министром культуры Российской Федерации и Беларуси отказали на пытании журналистов подчас пресс-конференции. Мы хотим замахнуться именно сегодня на крупные проекты, которые будут лежать в плоскости сельскохозяйственной, промышленной. Наша основная цель действительно перейти к крупному, широкомасштабному бизнесу. Это основа взаимоотношений. Также обсуждаем темы взаимодействия, межрегионального взаимодействия, выхода продукции Витебской области на российский рынок, возможности для российского бизнеса здесь закрепиться тоже. Это тоже тема, постоянно существующая в наших разговорах. Как правило, у нас затрагиваются вопросы и машиностроения, и у нас есть такая тема, как лен, которую мы никак не можем довести до состояния, так сказать, программы Союзного государства в силу разных причин. Речь о долгосрочных каких-то проектах и замыслах, которые бы были рассчитаны на более длительную перспективу. Рыго Рапота так само наведа у Великолешанский дитяши дом, где живут 116 выхованцев. У их со структурами Союзной Державы склалися давние теплые относины. Затым дядьши Сокретар побывал у музея Сядиби Ли Рэпина-Здраунёва. За пошние годы она перетворилась у Адукасы на Осветницкий творческий центр. Союзная Держава передала удар музею коллекции копий картин Рэпина, мастаков пирасовников, и это дозволяя больше доведаться про их творчество. День Союзной Державы завершился традиционным концертом с уделом маэстроума Ставству Беларуси и России. У этой хвилины на сцене концертной залы Витебск. Молодые выканавцы с 21-й крайной света взмагаются за выход в финал конкурсу эстрадной песни «Витебск-2016». Наголовный фестивальный плясовцы у летнего амфитеатра по счастью выступит только 15-ти удельникам. Голосование журы будет закрытым, и его выники станут свядомые поздно у вечера. Наш корреспондент Вольга Шмаргун познаймилась с конкурсантами подчас жаробьёвки на полфинал. Жаробьёвка полфиналу конкурса молодых выканавцев эстрадной песни отбылась на площади 40, каля летнего амфитеатра. Выканавцы с 21-й крайны выбрали керамичные медали с номерами выхода на сцену. Гонор открывать полфинальный конкурсный день выпал спеваку из Мексики Хорхе Романе. Номер 13 вытягнул конкурсант Сербии Душин Свилар. Россиенка Катярына Фырба выйдя на сцену 14-й, а белорусу доведется замыкать с чараду выступлению. Алексей Гросс проспевает перед опошним, и он выбрал медаль с номером 20. Безусловно, я очень рад. За четыре месяца проделана очень большая работа нашей команды. Это невероятные ощущения, это невероятные эмоции. Хотелось бы, чтобы это не заканчивалось, но я уверен, что всё будет хорошо. Конкуренции у бородьбы за гран-при не пирожка джая, конкурсантам усмехаться, жартовать и навод посебровать. Так Алексей Гросс зарабил усим-выканалцам подарунки белорусские вышиванки. Тёплую закулисную атмосферу вокальных споборництву отзначают усе без выключения. Среди конкурсантов очень дружная атмосфера. Мы все дружим, все общаемся, каждый вечер гуляем, встречаемся. И я очень рада, что я попала в такую атмосферу, потому что я знаю, на других конкурсах более конкурентные участники здесь нет такого. Здесь все дружат, все общаются, все находят общий язык, всем нравится культура каждой страны. Это очень круто. Я очень рада, что этот конкурс объединяет абсолютно все страны, все народы. Я очень рада. Журы международного конкурса все лето узначали воевали рельефонців, але головная интрига юбилейного фестивалю цікавить и его знакомитых коллег в позорном цеху. Звышені своего статусу я не могуць давать парады. Я хочу просто пожелать быть самим собой конкурсантом, потому что если ты будешь что-то там изображать и стараться слишком под кого-то, то это ничего не получится. Пау-финал вернулся у конкурс молодых воканалцев эстрадной песни два годы тому. Все лето вокальные споборництвы так само проходят у два этапы. У пау-финалі конкурсанты виконують песню композитора Суайчинника на мове своей країны. Журы повинно буде выбрать 15 вокалистов. Яны протягнуть боротьбу за гран-при. Вольфаш Маргун, Ян Пчельников, Новина, Витебск. Сегодня отбылась журобьёк у дельникова международного дитяшого музычного конкурса. Организаторы свята завжды мкнуться, как в этот момент запомнился юным воканалцам. Яго сопроводжаю яскравая, шумная, веселая бедовища. На перемогу претендують 21 воканалца взрослых країн света. Этот конкурс у першыню станет целиком дьявочем. Конкурсанту-хлопшику сярод претенденту на гран-при не ама. Беларусь представить 10-годовая Настя Жабхоп. Яна переможца некольких престижных музычных споборництвов. В этом году журы дитячего песенного конкурса узнашались мастацкий кировник и галонный бережор президентского оркестра Беларуси Виктор Бабарыкин. В первый конкурсный день я буду петь песню «Я молюю». Это песня про мир, в котором всегда светит солнце. И это песня про то, как дети видят наш мир. А вторая песня «It don't mean nothing» – «Бессмысленно без свинга». Это песня про то, как сложно жить без свинга и как с ним хорошо. Мне всегда тяжело оценивать работу детей. Я не первый раз в детском конкурсе, потому что профессиональным музыкантам у нас очень цепкий взгляд. То есть мы очень жестко судим, но здесь этого делать нельзя. Поэтому я приду на все репетиции, хочу послушать всех детей. Настя Жабко выступит сегодня в первый день под номером «Шатыры» и в другой день конкурса под номером «17». Именно-пераморство станет святое у понеделок 18-го липня. На карте Витебска заявился новый продуктовый магазин. Хандлевый объект открытого акционерного товарыства «Веста» сострял первых покупников по адресу улицы Фрунзе, 72. Его открытие для Жахару района стало саправдным подарунком. Сирот первых покупников был наш корреспондент Артур Смоляков. Там, где ранее был мясный магазин, это первеста. А пошнее приготовление – наказ директора подначаленным на добрую працу. И магазин на улице Фрунзе, 72, починая гандаль. На полицах богатый выбор садовины и городнины. Есть витрина с мясом и колбасами. Широкий спектр молочной продукции, крупяных и макаронных выработал. Под рукой бытовая химия. Это здание бывшего отеля «Тюльпан», которое акционерное общество «Веста» купило на аукционе в феврале этого года. После этого мы сделали ремонт, поменяли оборудование. И сегодня открываем, чтобы люди имели возможность приобрести продукты, необходимые для себя. Потому что в этом микрорайоне отсутствует близость и рядом шаговая доступность и магазин. В дальнейшем планируется реконструкция этого магазина. На втором этаже полностью будет широкий ассортимент промышленных товаров. А на первом этаже широкий ассортимент продовольственных товаров, которые необходимы для населения каждый день. После урочистого открытия новой гандлёвой кропки жихары района литерально атаковали новый магазин. Побач с кассами – первая черга покупников. Во всех полные корзины товаров. Уражение от новой «Весты» только станучая. Ждали, «Весты» в нашем районе не было. Очень рада, что открылась. Всё поменялось, всё по-новому. Ассортимент радует. Будем надеяться, что понравится. Удобный. Тут и больницы идут. Можно фрукты купить, сок, ну и так далее. То есть такие пересадочные. И жилой массив такой. Детей много здесь. Так что я считаю, что мамы молодые пенсионеры найдут здесь то, что надо. Мне нравится магазин по сравнению с предыдущим магазином. Выглядит лучше, конечно. Всё оригинально, всё расставлено аккуратно, всё хорошо. Большой ассортимент товаров. Просторная гандлёвая зала, доступные цены, зручный режим працы. И сучасное техничное и холодильное обсталявание гарантуя высокую якость продуктов, а квалификованный коллектив продавцов – высокую культуру обслуговывания. Ведение товару и умение допомога покупнику вызначиться с выбором – принцип работы этих специалистов. Будут продаваться промышленная группа, спиртная группа, мясо, молоко, овощи, фрукты, промтоварный отдел для удобства покупателя, конфеты, кондитерские изделия. Приглашаем всех покупателей посещать наш магазин по адресу фрунзе 72, который будет работать с 8.00 до 20.00. Приходите, пожалуйста, за покупкой. Працовные месяцы у крамена в улице Фрунзе 72 знойдуть больше за 20 человек. У тым, что объект будет запотрабованным, сумнений у нема. А вось плану дальнейшего развития гандлевой сетки у кировництва открытого акционерного товарыства хоть отбавляй. Празмесяц у поселку Тарны областного центра почнется будовництва ящи одной весты. Артур Смоляков и Кирилл Кайсберг. Новины. Витебск. Ликвидация наступства у стыхи, яка обрушилась на Витебске, Дубровинске, Аршанске, Талашинске и Шумилинске районы у вечера 13-го липеня, просягуются. Одновлено падаша электроэнергии, расширшены завалы на дорогах. Працуются в комиссии по надзвучайных ситуациях. Каля 200 жилых домов, частково або салкам яше застаются без скроули. На памогу насильниству оказываются прасовники МНС, жилево-коммунальные службы, сельские советы. А до дару стыхи мостно потерпела лесная господарка. У в области пошкоджено больше за 100 гектаров леса. Зараз тут прасуются лесники. Усе поваленные древы подаются на перапросовку, а на их месте вышелись новый лес. На гэтые выходные, 16 и 17 липеня, синоптики прогнозуются доброе солнечное надворье без опадков. А вось спонятделка у Витебской области похолодает и вернутся дожды. Дорожно-транспортное здоровье в центре Витебска. Учера о пятых годзине вечера на переграживании в улице Ленина и Жасткова. У Витебска отбылось и сутыкнение двух легковых автомобилей. Один из их службов – автомобиль ДАИ. На экранах фото, сробленные видовожцами аварой. После осутыкнения патрульный автомобиль выкинуло на тротуар, где он наехал на жаншину пешехода. С травмами потерпел и доставили у Витебска областную клиничную больницу. По факте авары проводится проверка, службовая проверка идей и у относенных супросовников ДАИ. Держант инспекции в области Ашерас просит водителя подчас проведения международного фестиваля-мастанства «Славянский базар» у Витебску помогшимасти позбягать поездок в расцентр города и быть особливо уважливыми за рулем. Протягиваем выпуск. Выставы, концерты, конкурсы, представления старожитной Витебску геттей фестивальной дни перетворился у одну великую сцену, где уладарось высокое мастанство и святошный настрой. Уличный перформанс с артистами на ходу, лих открыл фестиваль лялишных театров. Ся род у зельника у лялишного квартала трупы из Беларуси, России и Украины. Мастеры створают в образы знакомых персонажей. Надным со спектаклем про Марка Шагала побывала Инна Кирыенкова. Московский театр лялик, тенев и актера отражения все лета у першиню завитал фестивальный Витебск. Спектакль «Дивный цирк» Марка Шагала створенный по серии картин знакомитого мастера, який он почал писать в 1924 году. Режиссер Барис Чернышоу давно Мару показать гэтый спектакль на Радзиме Шагала. Назва яго говорит сама за себе. Саправды, цирк «Дивный». Яго артыстами выступают тенявые ляльки и клоун у старым костюме. Зеленые скрыпачы, яке сошли с картин мастака, подыгрывают гимнастам, трукачам и акробатам. Усё это отбивается на тенявой арене. В основном это такой карнавал, который он и рисовал в своих картинах. И когда мы решили спектакль сделать, мы сделали персонажей, взяли какую-то, придумали вот цирковое представление. Вот нам нужен этот, этот персонаж, этот, вот это, вот это. Взяли из его картин, всё так перемешали и стали думать, а что он может сделать, а как он это может сделать. И в процессе этюдов с куклами стали рождаться вот такие миниатюры. У спектакля задейничаны 70 тенявых лялек. Для артыстов, яке робят не одну тысячу рухов, не ма пауной роли, усе працують у тандэме и у гэтым специфика подобного мастацтва. Специфика, что нужно всех кукол, пластику их, они же двигаются так же, как люди, чтобы пластик нагнулся или вот так вот вытер, так же, как должно быть, как у человека. Поэтому всё работа в плоскости. Вот экран, вы его видите, и только в плоскости. Должны все детали куклы прилегать к экрану. У основу спектакля лягла серая работ Марка Шагала. Его картины представили тенявые ляльки, якими кировали у сего два актёры. Зато и якое задовольнение от их працы отрымали глядачы. Творчостью Марка Шагала просягнута значная частка фестивальных мероприемств. Ему пресвечают верши, что гучать на улицах города. Его ускваляют у своих работах юные мастаки. Вообще, в этом году, по-моему, программа расширенная. Вот даже в там же там ляльки смотришь, вот когда вот эту вот афишу, очень много интересного. И что-то ходят в городе, молодцы ходят, предлагают какие-то там выставки, ярмарки интересные. Очень-очень хорошо. Мне нравится. Хотелось бы ещё побольше музыкантов, побольше поэзии. Вот таких вот творческих каких-то таких мероприятий. Надзвычай творчая атмосфера, яка зараспануя в фестивальной столице, объеднувая поэтов, музыкантов, мостаков разных краин света. Яны готовы творить для города, в яким народился и жил Марк Шагал. Инна Кириенкова, Александр Приставка, Новины, Витебск. В связи с проведением святошных мероприемств по часу 25-го Международного фестиваля мостовства Славянский базар у Витебска будет закрытый рух пассажирского транспорта у 16 липня с 13.30 до 14.30 по улице Ленина на участку от площади Парамоги до площади Свободы. На период закрытия пассажирский транспорт будет рухаться по объездных маршрутах по улице Будзеного, Смоленскую и проспект Людникова. На этом наш выпуск завершен. Прогноз на двор я представляю компания Макдональдс Гуляй, веселись каждый день с Хэппи Милл. Приготовься к невероятным приключениям с Хэппи Милл. Удивительные животные Гопсмаки ждут тебя в Макдональдс. За утро по в области пираменная в облачность, первоважная безопадка, ветер заходний 2,7 метра за секунду. Температура по ветру ночью плюс 9,14, днем 22,27, градусов выше и за ноль. У Витебска безопадков. Температура по ветру ночью плюс 12,14, днем 23,25 тепла.